доброе утро сезон подходит концу я самое интересное говорится осталось напоследок во всяком случае мне для меня это самое интересное в этом году много где был много где посмотрел почему дурить меня он самый интересный нам дорогой этот накосячил все-таки прошлый раз показывал видео поставил третий корпус на об сушку через положил через отогнутый сейчас заглядываю пчелы то все вот здесь вон они мое предположение что здесь я оставил гнездо они туда поднимаются я сейчас не представляю мне нужно скомплектовать это все уже в зиме как я это буду делать что там внутри я вообще не представляю вместе с вами будем смотреть сегодня кстати пчела с утра летит очень хорошо труднее интересно выгнали они специально оставил немножко трудней они были все вот здесь лежали вытолкали они здесь замерзли погибли постараюсь чтобы видео недолгое было хотя бог знает сколько с ним провожусь ну давайте кто следит смотрит за этой семьей пусть мне самому до безумия любопытно что там внутри и конечно если нет есть экспертиза экспертиза городского меда кстати ребят семья шла вообще без подкормок видел семьи в разных регионах в разных районах области где не бывает работа с ученой там они пустыне даже еще и метку дарит чуть-чуть моску помазать мед вкусный очень вкусный умет он и есть давайте это спутник вниз согнать у меня уйдете а кстати еще на полоски полоски я положу похож как стрихнуть то вас представляю загнать вожок чисто это кажется обсушивают до обсушили я буду доставлять на 12 рамках обсушили так что не надо как-то согнать пчелу еще снимаю корпус накрытная крышка позиция сейчас начинается самое интересное и любопытное что у нас находится здесь они разгрызли полиэтилен кстати лучше они разгрызли полиэтилен здесь прополис надо собрать и оставить вам конечно будет работать в закрытом помещении замкнутом да не буду я ну ребята вот эта рамка она должна быть медом по идее что у нас здесь есть на данный момент по весу чувствуется что что то есть ну что вот такая рамочка как вы помните это резал гостям они обратно все застроили и вот так залили эту рамку я забираю так девочки спасибо вам большущие что у нас идет дальше дальше опля расплод идет печатный так и есть закосячил не было вниз опускать может матку увижу как она здесь труд не еще есть не все выгнуты а маточка какая-то облетелась здесь на своем труд не облетелась здесь на своем труд не все в расходе думать вот семья посмотрите вчера был под приозерском там уже все пчелу собрались там голод там голод так здесь рамка сухая сухая да матку посмотреть бы крутень есть так здесь печатный расплод и есть открытый расплод вот молодая матка четыре рамки значит их на четырех рамках расплод печатный косячил не надо было не сдох не запускать ну и крайняя рамка блин опять с расплодом опять с расплодом да чуть-чуть я конечно пошибся первый корпус спустил бы может быть что-то было бы лучше так давайте смотреть что в первом корпусе так 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 ну тут еще то есть ну-ка девочки ну здесь навряд ли мед есть здесь вернее всего перга здесь вернее всего перга здесь вернее всего перга так слушайте а там там расплод еще печатный там еще и расплод печатный да ой мы тут еще и расплод напечатный да Печатный расход на двух рамках. Тут свеженькая рамочка, отстроенная. Ребят, ну пчелы на два корпуса хватит, я думаю, здесь на 12 рамок. Да, ну крайняя рамка. Моя крайняя рамка. Тоже она сухонькая. Ну, пчелы вот так, здесь перга. В принципе, я все им оставлю. Так, нет, я вот, наверное, сейчас все-таки расплод отсюда заберу. Буду переставлять расплод вниз. Там у меня две рамки. Две рамки с расплодом. Так, вот это у нас еще расплод печатный. Забираю сюда. Так, перголую рамочку все-таки я, а она и пустая, чтобы им подзаливать. Так, вторая рамка с расплодом. Вторая рамка с расплодом. Да, семейка-то хорошая превратилась. Я, конечно, многим вещам поражен в этой семье. Поражен тому, что она что-то дала без всяких подформок. Конечно, не густо, я ожидал побольше. Что с придавленной маткой, что она еще что-то... Может быть, вот так вот поставить. С придавленной маткой, что матка вышла. И влетелась в городе на своих прутнях на десятом этаже. Так, тут у нас чего? Тут у нас расплод уже на выходе. Печатный. Так, это получается раз, два, три, четыре. Четыре. Ну, тут сухая рамка. Четыре. Эту ставим туда. Так, нет. Доставим пока. Вот с расплодом, с таким печатным. Сюда. И, конечно, сейчас тогда ее кормить. Кормить на двух корпусах. Эта рамка еще... Ай, тут расплод и мед. Так, а эту рамочку я вам для затравочки оставлю, чтобы наверху пошли. Заливали. На выходе. Вот такая рамочка. На выходе. Вот такая рамочка. И тут еще открытые есть. Ай, да, конечно. Маточка, я в шоке. Нет, открытого здесь нету. Так, ну, давайте, девки, закармливать будем. Так, это получается шесть... Чуть думать, семь рамок расплода. На семи рамках расплода. И вот на этой рамке... Ну, нет, здесь нету. На семи рамках расплода. Ну, вот что, это витком семья, я думаю. Так, и с третьего корпуса я заберу сюда рамочку еще какую-нибудь. И у меня будет она зимовать тоже на балконе. Зимовать на балконе. Так. 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 Как говорится, для экспертизы... Ну, сейчас покажу. Для экспертизы хватит. Давайте. Ой. Ну, вот эту сухую рамку. В принципе, она чистенькая, более-менее хорошая. И что тут еще-то есть? Да-мое. Ну, вот тут с напрыском чуть-чуть запечатанный метком. Давайте я вот эту рамку вам поставлю. Вот здесь. Так. И полосочки. Ну, полосочки я чуть-чуть попозже поставлю. Ну, что, девочки. Спасибо. Что вы помогаете. Помогли. Дали провести еще такой экспериментик интересный. раз тут здесь не забрать. Я слепошарый. Еще и маточку, конечно, не придавить. Кормить, наверное, буду пакетами. Кормить, наверное, буду пакетами. Ну, конечно, смотрю, как отстроили. Красота. Красота. Все ровненько. Ну, на следующий год будем смотреть вообще, как перезимует семья. Е-мое. И здесь. Как они в третий корпус залезли? Блин, их много-то как их, а? Так. 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 Еще в третьем корпусе осталась пчела. Я не знаю, видно вам, не видно. Сейчас сниму я со штатива. Вот. Тут еще творится, что такая семейка, в принципе. Ну, и дала она вот что. Там чуть-чуть попробовали. И чуть-чуть метку. Вот она дала. Конечно, не запечатали они, но как будто не было. Да. Чуть-чуть я, конечно, проворонил. Облажался, наверное, все-таки. Хотя нет. Я считаю, что нормально все. Так что вот такие дела у нас. Ну, а я, наверное, сейчас завершу. Просто поставлю третий корпус. вот, без положка, без всего, и буду, чтобы мне потом положить полоски и положить пакеты. Даю, что пчела немного упадет. Постараюсь осторожно. А нет, в принципе, нормально. Осторожненько. Так. Вот. Он у нас сухой. Теперь он у нас без рамок. Вот. Сюда можно положить будет лекарство. Положить лекарство и закормить. Вот. Ну, ребят, я, в принципе, доволен. Доволен экспериментом таким. И, конечно, как семья выросла. Как семья выросла, с чего это все начиналось. Это была матка, ну и реально горстка пчел. Вот. Ну и, как вы видите, что сейчас, я считаю, что это полноценная семья. На двенадцати рамках пока. На двенадцати рамках она и пойдет. Потому что там, считайте, шесть, семь расплодов. И еще своего рода опыт с шестирамочниками. Ну, вот, наверное, все у нас. Машины ездят. Везде пчелы летят. Поднимался на форуме вопрос о излучениях, влиянии излучения на пчел, влияния сотовой связи на пчел. Ну, как вы видите, вот, везде, наверное, вышки везде, антенны везде, излучение идет. Ну, большой город, мегаполис, это глупо. А пчелы живут. Пчелы живут, значит им что-то здесь хорошо. Что-то, слава богу, они принесли. Вот, я думаю, за городом у меня такая семейка бы, наверное, ничего не принесла. Вот, а тут они хоть что-то дали. Спасибо большое всем, кому было интересно, пчеловодам. Конечно, горячая пора. Хорошо подготовить пчел к зиме, пролечить. Ну, и, соответственно, конечно, перезимовать всем. Всем удачи и добра. До свидания. До свидания.